Здесь мне задают, будет ли конституционная реформа. Все эти изменения, они касаются текущей конституции. То есть конституция работает совершенно по-другому. Нормы закреплены таким образом, что все решает Назарбаев. И конечно, чтобы все это произошло, чтобы эти изменения были, необходимы конституционные реформы. То есть новые депутаты, новый парламент должен внести эти изменения и провести кардинальные конституционные реформы. Мне теперь задают вопрос по конституции, будет ли переписан. Я уже по этому поводу говорил. Во-первых, должности президента не будет, поэтому автоматически новые депутаты должны изменить саму конституцию. У нас будет парламентская форма правления, не президентская, поэтому тоже будет изменена конституция. У нас не будет двухпалатного парламента, мажориста и сената, значит тоже нужно вносить изменения в конституцию. У нас никто не будет обладать привилегией, как Назарбаев, который имеет все, а народ ничего. Мы все эти привилегии отменим, все будут равны перед законом. Как депутаты, как премьер-министр, все будут равны перед законом. Не будет никакого исключения, поэтому эта нынешняя конституция будет приведена к европейским стандартам.